Всем здорова с вами Костас и в этом видео я бы хотел сделать маленький обзор и рассказать вам о такой игре как Among Us. Игра у нас вышла на мобильных девайсах и имеет жанр ролевой игры. Также спешу отметить то, что эта игра очень похожа на игру Deesit на ПК. Опять же стрим по этой игре у меня есть на канале, появится в подсказках, но давайте же продолжим. В этой игре вам предстоит поиграть за одного из членов экипажа корабля, который по всей видимости сломался. Всем членам экипажа надо починить его, у каждого есть свои задания и он должен их выполнять. Кто-то чинит проводку, а кто-то чистит вентиляцию. В принципе ничего сложного вы думаете, но проблема лишь заключается в том, что на корабле есть маньяк и он всех может убить. Выжившим надо либо починить корабль и улететь куда-либо я не знаю, либо же просто вычислить маньяка и выбросить его в открытый космос, тем самым заработав себе победу. Целью маньяка является убийство всех выживших на корабле, только тогда маньяк одерживает победу. В принципе логично. Хочу сказать то, что в этой игре все решается системой собраний. Собрание можно активировать двумя способами. Либо кнопкой на центре, которая активирует собрание, либо вы можете просто оповестить всем то, что вы нашли труп и тогда собрание начнется автоматически. Во время собрания люди должны переписываться и решать, кто же маньяк. Опять же, если кто-то видел маньяка, он говорит об этом и все могут проголосовать за, допустим, зеленого. Если он будет маньяком, то команда выживших одерживает победу. Если же нет, то игра продолжается, маньяк остается на корабле. Я думаю, смысл игры понятен и давайте уже перейдем к способностям каждой роли. У каждой из ролей есть свои способности. У маньяка их 4 и 1 пассивка. У выживших их 2 и 1 пассивка. Пассивка у обеих ролей это карта, которая показывает места поломки. У выживших это сойдет за вспомогательное средство и маньяку это тоже сойдет за вспомогательное средство, поскольку он будет знать, где будут выжившие и что им надо починить. У маньяка же 4 способности. Первая способность это, конечно же, убийство, которое позволяет убивать игроков. Вторая способность она тоже общая, как и у маньяка, так и у выживших это репорт или же просто говоря доклад. И следующая способность это у нас саботаж. Способность позволяет взаимодействовать с кораблем, а именно ломать его, закрывать двери, ломать в смысле отключать свет или перекрывать поступление кислорода. Что создает проблему для выживших. Без света они будут плохо видеть, а без кислорода, если они его не починят, они попросту помрут. И последняя способность у маньяка это взаимодействие с вентиляционной системой, по которой передвигаться может только он. Поскольку на карте разбросаны люки, через которые маньяк может передвигаться. Из одной комнаты в другую и так далее. Ну и давайте уж перейдем к способностям выживших. У них есть только две способности. Первая способность это способность доклада или же репорт. И вторая способность это способность чинить или же просто говоря юзать предметы. То есть чинить что-то, поскольку у маньяка нет такой способности. Он видит отметки на карте, которые вынуждены починить выжившие, но не может делать этого сам. Опять же это можно инсценировать, чтобы вы оставались незаметным и не привлекали к себе много внимания. Ну и я бы еще хотел добавить два слова по поводу локации или же проще говоря нашего корабля. На нем расположены очень интересные комнаты. И две из них будут для нас очень полезными. Первая полезная комната это комната админ или же администрация. Здесь находится терминал с помощью которого мы можем просканировать весь корабль и видеть кто в какой комнате и сколько человек в этой комнате находится по всему кораблю. И вторая комната это комната секьюрити. Это комната защиты и в ней стоят мониторы от видеокамер по кораблю. Их всего 4 и можно иногда на этих камерах заметить убийство, если маньяк очень неаккуратен и попался на такое место, где стоит камера. И если мы все увидели, мы можем сделать точный вывод кто маньяк. Ну а я не вижу смысла долго вас задерживать. Все это время у микрофона был Костас. Играйте только в хорошие игры. И увидимся в новых видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok